Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как ваше полное имя? Анников Николай Валерьянович, 1976 года, 9 мая, Республика Мариал, Россия. Вы россиянин, правильно я понимаю, да? Вы контрактник или не контрактник? Контрактник. Контрактник, да? Когда подписали контракт? 10 сентября 1922 года. Когда зашли в Украину? В Украину 13 сентября 1922 года. Сколько обещали платить на контракты? На контракты губернаторские 300 тысяч. Каждый день пребывания 4 тысячи, около 4 тысяч рублей. И сколько должно было быть сумм? Где-то 220-240 тысяч. Всех денег, да? Да. Ну как, 300 тысяч сказали по день на 4 месяца. 300 тысяч на 4 месяца плюс 4 тысячи каждого дня? Да. Да? Я так понял, что вы добровольно подписали контракт, да? Да. А до этого чем занимались? До этого чем по хозяйству? Ну, хозяйство было. А какое хозяйство? Подсобное хозяйство. Подсобное хозяйство у вас было, да? Это где-то в селе? Да, в деревне. Деревня? А как название деревни? Паукино. Паукино, да? Семья есть? Есть. Кто? Жена. Дети? Дети. Дети, да? Сколько детей? Собственных нет. Ну... А жены сколько? Жене двое. Двое? Ну, одна в институте, другая в школе учится. То есть, а так, зашли 13 сентября, а где зашли? Ровеньки. Ровеньки, да? Белгородская область. Это Белгородская область, это Луганская область Ровеньки? Да. А где стояли? Сначала стояли в Запорожскую область, нас повезли в Запорожскую область, поселок Смелое, да, Куйбышевского района. Потом оттуда на вертолетах повезли в Таганрог, как нам объяснили, там заправились и в Сватово привезли. И со Сватово отправили, Сватово побыли двое суток, да, двое, и отправили в Песке, ну, в Лесополосу. В Лесополосе сразу при выгрузке попали под обстрелом, ну, даже машину не успели выгрузить. Ну-ка, машину выгрузили под обстрелом, машину развернулись и уехали. У нас вооружение, обмундирование, ну, боекомплект полностью там остался. С окружением, ну, из-под обстрела выходили во них автоматы, ну, пулемет, ну, с пулеметом, там, во взводе два пулемета. Ну, по два пулемета было. Потом переночевали летом. База отдыха, Нептун. И оттуда следующим утром на оппозиции. Ну, сказали, что держать оборону. И 24-го утром начался бой. И попали под минометный обстрел. Ну, там и минометы, и все было. Ну, связи не было никакой. Связи через танки, через БМП только были. А с командиром роты никакой связи не было. И вся эта рота разбежалась, да. Его взяли плен? Нет, не сразу взяли. Ну, плен не сразу взяли. Там одни одним путем ушли, другие другим путем, огородами, другие по деревне мотались. Ну, не знали даже, куда вот, где собираться, куда отступать или куда деваться. Вот, бродили по селу, там, одиночные эти, ну, выстрелы были. И в конце концов я очутился. А нас было трое, двое сидели в погребе. Я им говорю, уже танки, ну, танки катаются по деревне. Украинские? Да, украинские. Давайте, говорю, пойдемте. Они, ну, отказались пойти. Вот, я один оказался. Оказался и шел за другими, и следы потерял. Ну, как? Кажем, откнулись на украинский воен? Нет, вот сейчас говорю. И очень пить хотел. Ну, прилег и даже, ну, автомат положил, сам, ну, уткнулся в воду и руки мыть начал. Я даже не заметил, как сзади, ну, сзади подошли. Угу. Ну, уже все, автомат. Это, ну, да, автоматы не дотянуться. И они. Это кто? Военные украинские были, да? Да. Я понял. Мотивом добровольно пойти в Украину были деньги? Да. То есть вы хотели заработать? Да. Финансовые проблемы у вас были? Да. Денег вообще не было? Не было. И долги. Откуда узнали, что в Украине можно заработать? А долги за что было? Там и кредит брал, и автомашину забрали. Что не смогли выплатить кредит, да? Типа, ну, доисники забрали, поставили на штрафплощадку и меня посадили на сутки. Ну, не на сутки там. А за что штраф был? Штраф за стоянку автомобиля. Нет, я не понимаю, вас посадили на сутки за что? Не на сутки, на 15 суток. На 15 суток за что? За то, что типа я пьяный катался. Но вы пьяный были за рулем? Я за рулем, меня вообще не было. А кто был? Там, ну, знакомый. А машина ваша? Да. Ну, купил я, не успел даже оформить ее. Интересная история. Какая машина? Lada Priora. Lada Priora. Это самая топовая модель в России. Lada Priora. То есть, сколько кредита еще нужно было выплачивать? 50 тысяч. Рублей? Да. Это немного. Немного денег. Ну, а где найдешь? Деревня так и нет. Деревни это много? Да. А жена чем занимается? Разнорабочая, теплица. Теплица там, да? Да. А сколько можно так разнорабочим заработать в поселке? У нее зарплат 18. 18 тысяч. А кредит на что брали? На повседневные. То есть, на еду? Ну, как? Да, полчаса. То есть, не было денег даже на еду? А поселок большой? Нет, на еду-то были деньги. Свою хозяйство. А повседневные нужды это что? На ремонт автомобиля там. А Lada Priora старая была, не салона? Да, старая. Сколько стоила? Я ее поменял на другой машине. Нево Chevrolet поменял на Lada Priora. А, на Lada Priora, да. То есть, взяли еще, чтобы купить его кредит деньги, да? Ну, Нево Chevrolet надо было ремонтировать. Нужны были деньги. Когда эта спецоперация началась, все запчасти американские подорожали почти в два раза. Но у меня возможности не было. И решил поменять эту машину на машину. Откуда вы знали, что можно заработать деньги? А потом медкомиссию, ну, водительские права срок закончился. Начал медкомиссию проходить. А там на этом было написано объявление, я увидел. Набирается Морис, ну, какой-то батальон. А потом я пошел в военкомат и узнал про Украину. Новости смотрели до этого? Знали, что война? Новости смотрел, но там все по-другому показывают. Что показывают? Ну, типа, российские войска побеждают. Я понимаю. У вас образование какое-то есть? Среднее. Средняя школа только? Ну, да, школа и до СААФ. И до СААФ, да? Да. И все, то есть у вас никакой специальности нет? Почему есть? Какая? Охранник, тракторист. Охранник, тракторист, да? Да. Я понял. С женой говорили, что пойдете денег заработать в Украину? Ну, да, она сначала не верила. Что она не верила? Ну, что она поедет, да. А потом начал на нее уговаривать, успокойся, типа, все образовывается. А потом я уже документы начал собирать. Ага. Документы собрал. Ага. Вот. И сюда приеду. А какая должность была в войсках? Стрелок, обычно. Стрелок и в руках АК было? Да. Только как? Стреляли? Стреляли. Убивали кого-то? Я военный. А против кого стреляли? Поворобья? Поворобья. Другие стреляли, не чувствуешь. Поворобьях, да? Ну, не знаю, куда я стрелял. Насколько быка разводили? Один. Один быка, да? А какого числа взяли в плен украинцы? Двадцать пятого. Двадцать пятого. То есть вы полмесяца где-то были, да? Нет. Если в Запорожье, в Запорожье ничего там. Просто в школе сидели. В пардзане. Были. Я понимаю. А сколько ехать от Мариэл до Украины? До Москвы 700 километров от Москвы, я не знаю. А чем? Самолетом летели до Москвы? Нет. С Яшкаралы в Тотске. С Тотского до Равеньков. С Равеньков с утра, ну, с 6-7 утра ехали до почти 10 часов. Не-не, вот смотри, а вы чем ехали? Транспортом? Автомобильным или чем? Автомобильным, да. Автомобильным. Много там, смотри. У нас Яшкаралы, Самару, это на юг вообще, Варенбургская область. Да. А с Оренбурга опять, ну, на северо-запад, получается. Ну, это все машинами, да? Да. И много? Нет. Сначала на микроавтобусе ехали, а потом на КамАЗах, Уралах. А, я понял. Я понял. Потом полностью военные машины были. Хорошо. А вот... Вот честно, заработать деньги, потому что 50К нужно было отдавать. Это для вас нормально? Не только 50К. Мелкие долги здесь были. Ну, сколько сумма? 140 где-то, 150. 140-150 тысяч, да? Да. Вот на нужный не было денег, да? Вот ехать убивать в другую страну, это нормально для вас? Нет, не нормально. Я не убиваю. А что вы ехали делать? Ну, сначала сказали водитель аккумулятор. И что? Паркисты. И что? Я не ехал убивать. Это война или спецоперация? Спецоперация. Это спецоперация, да? А в чем разница между войной и спецоперацией? Объясните. Ну... Про войны, ну, не говорю тогда. В России по телевизору спецоперация. А вы такой, вы часто смотрите телек, да? Ну, как? Ну, вечерами, каждый вечер смотрите телек? Ну, вечерами не так часто. Вечерами другие каналы смотрят. Ну, телек. Ну, да. Хорошо. А что вы знаете про Украину? Ну, как про Украину? Про Луганская область, Донецкая область. Что вы вообще знаете про Украину? Про Украину? Да. Что это за страна? Ну, братская страна. Братская? Да. В чем братская? Ну... Как объяснить? Ну... Ну, Беларусь, ну, как... Вот Беларусь, Украина, Россия. Братские народы считают. В чем? Я. Это по телеку вам сказали, что это братские народы? Да, да. Но вы объяснить не можете. Телек сказал, и вы верите, да? Как? Ну, хорошо, пусть будут братские, да? Братья едут в другую страну на спецоперацию? Нет, сказали здесь эти бандаровцы. Бандаровцы? Да. А кто такие бандаровцы? Понятно. М? Ну, нацисты. Нацисты, да? Да. Бандаровцы это нацисты. Ну, как по телевизору так. Хорошо. И что бандаровцы здесь делали? Ну, я не видел, по крайней мере. Не, я спрашиваю. Ну, по телевизору сказали, что здесь бандаровцы нацисты. И что дальше? Ну, хорошо, пусть будут бандаровцы нацисты. И что? Ну, сказали, что они... Как? Не издеваются как-то. Ну, над мирным населением. И что? Ну, я не видел. Вот, типа, освобождать. От кого? От нацистов, да? Да. Я понял. А где еще нацисты в мире есть? Нацисты? Везде их. Везде. Понемногу. Понемногу есть, да? Да. В России есть? Есть. Есть нацисты, да? А почему, если во всем мире есть, приехали в Украину освобождать? Ну, контрольников набирали. А если в Сомали не хотите поехать где-то? В Сомали я не знаю. Не знаете, где это, да? Ну, знаете. А где? В Африке, да. В Африке, да. А вот там, если будут набирать контракт, тот же может поедеть? Понятно. А сюда почему поехали? Что у вас, ну, как-то не складывается. Будем мы что, вызволять весь мир от нацизма или как? Да нет, это как бы... Ну, родственные народы, считай. Я украинец. Вы из какой-то республики... Мариэл. Мариэл. Это где-то там хрен знает где. Для меня. Павух. Павух. Черт с ним, с Паволожьем. До Москвы 700 километров. В чем вы мне брат? Объясните мне. Но я чуть-чуть не понимаю. Ну, вот в 90-х... Ну, после 90-х... Ну, в конце 90-х годов мы... Я на север работал. Там очень много, ну, украинцев было. И что? Там друг другу относились... Как? Вы знаете, что такое Brighton Beach? Не знаете, да? Не знаю. Хорошо. Россиян много в других странах? Наверное, есть. Наверное. Только эти страны не значат, что братские народы. Правда? Америка – это братский народ? А почему они? Потому что тоже россиян есть. Ну, там. Россиян. Россиян завезли. Везли. И что? Украинцы приезжали в Россию? И что? Вместе работали. И что? Ну, вместе работали. Что дальше? Вместе праздники отмечали. Ну, церковь. И что? Это значит, что мы братские народы? Вот в чем вы брат, смотри, Эл, с какого-то поселка? Какой вы брат? Хорошо. Пусть будут братские народы. То это нужно ехать с автоматом Калашникова к братскому народу или как? Кажется, к братскому народу едут с хлебом с солью. Правда? Да. А вы приехали с автоматом Калашниковым. Что-то как-то не сходится. Я не к вам здесь, ну, не к простому народу ехал, а... А кому? Как? К бандаровцам? К бандаровцам, да? Да. И где вы нашли бандаровцев? Я вот не видел. Не видел, да? Уехали к бандаровцам. А вы себя считаете воином, да? Чтобы воевать? Нет. Так а зачем ехали к бандаровцам? Мне вам просто интересно было увидеть бандаровцев. Я так понял, что, короче, что безнадега полная в России, да? Если 50 тысяч люди не могут себе заработать и едут на войну в Украину. В данном случае для меня это большие деньги. Большие деньги, да? Да. Безнадега полная. А вы никогда не хотели спросить у своего правительства, почему вы не можете заработать деньги? Что должны ехать на войну? Да нет. Не хотели, да? А кому? У кого спрашивают? Ну, то какой-то там глава Совета есть? Глава Совета есть? Вот, даже у него. Путина поддерживаете? Нет. А почему нет? Потому что его политикам не нравится. А что он не нравится? Ну, раньше как-то попроще было и деньги заработать. Хотите ему что-то сказать? Нет, не хочу. А глава Совета хотите что-то сказать? А я даже главу Совета сейчас не знаю. Не знаете кто, да? Вы на выборы не ходите? Нет, на выборы хожу, просто один ушел, другого еще не знаю. А за кого голосовали на последних выборах? Я на последних выборах в Москве был. На заработок? Да. А что делали в Москве? Занимался электрикой. А на предпоследних выборах за кого голосовали? Какую партию поддерживаете? За коммунистов. За коммунистов, да? Вам нравится коммунист? Почему не нравится? А зачем тогда голосовать, если не нравится? Ну, ихняя политика, блин. А какая там политика, ближе вам? Ну, как при Советском Союзе. Вам нравится Советский Союз? Тогдашнее время, да. Вы 76-го года, правильно? Да. Я 81-го. У нас разница 5 лет. Да. Я не помню Советского Союза хорошо. Вы его помните? Что вам нравилось? Я просто не могу понять, что человек в Советском Союзе спался через 14 лет. Вам было 14 лет. Что могло у него нравиться? Ну, как в детстве, нормальное было. Что? Мороженое по 30 копеек? Или по сколько там было? Я не знаю. Так, ну, хорошо. Ну, что нравилось в детстве? Вот. Пусть будет в детстве. В детстве как таковы проблем не было. Потом уже проблемы начали. А в детстве вообще проблем нет, чтобы вы понимали. Для этого оно и детство. Да. Да. Ну, в школе, ну, когда я до 93-го года, вот, все нормально было. Я понял. Потом вот это безденежье пошло. И никуда не пойти учиться. Ну, вот, потом война в Чечне началась. Вот вы о себе что думаете? Кто виноват в том? Вы просрали свою жизнь? Да. Просрали свою жизнь, да? А кто виноват в этом? И правительстве. Вот. Я не мог даже, вот, хорошо, в школе хорошо, ну, на отлично учился, а на хорошо. И я не мог позволить себе пойти учиться дальше. То есть власть виновата, да? Ну, а кто лучше? Вы нет. Ну. Тогда вот могли учиться идти дети богатых, а у меня что, мать в больнице работала, а те с трактористом какие. Вот. И нас пятеро детей. Из них я самый старший. Так может, власти нужно идти спрашивать, а не в Украину заходить? Почему жизнь просрана? Если это такое мышление? Наверное, да. Наверное. Украинцам что-то хотите сказать? А я и украинцы-то не мечтаю. Ну, вы хотели видеть бандаровцы? Ну, просто, ну, вы не сожалеете то, что сделали. Я сожалею им очень. Только через то, что в плен попали, а так бы денежку привезли, если все хорошо, да? Так, так получается. Хотите быть обменен? Да. А зачем вы россиянам? Нет. Кто не хочет быть обменен? Нет, а зачем вы россиянам? Вот у меня вопрос. Аминь.